Оттолкнувшись от Дня Защитников Отечества, зима выходит на финишную прямую. Очень хочется верить, что никаких сюрпризов напоследок февраль нам не принесет. А вот в нашей программе наоборот, сплошь сюрпризы и отнюдь не напоследок. Я Наталья Саблина поздравляю вас с неделей настоящих мужчин. Это программа ГТО. Готовь товар к осмотру. Камень по своим качествам намного отличается в лучшую сторону. Раскрываем секреты изготовления качественной столешницы. Обращайтесь к профессионалам. Сделка с недвижимостью. Советы для продавцов и покупателей. Курник это король всех пирогов. Выпечка и ржаной муки. Новый тренд здорового питания. Сейчас этот метод широко используется во всем мире. Сколько моркови нужно съесть, чтобы вернуть хорошее зрение? Беседуем с врачом-офтальмологом. Когда у моей знакомой на кухне вздулась столешница, она задалась вопросом. Неужели в 21 веке нет материала, который был бы стоек к влаге и пыли? Удивительно, но этим же вопросом еще 50 лет назад задались американские химики. Ответом на него стало изобретение акрилового камня, который все прочнее входит в нашу жизнь. Камень по своим качествам намного отличается в лучшую сторону от пластиковых столешниц. Перед вами известный оренбургский дизайнер Юлия. Вот уже несколько лет она работает с южнокорейским акриловым камнем и досконально изучила все его свойства. Он, конечно, красивый, это безусловно. Разнообразие цветов и фактур акрилового камня действительно может поразить воображение самого искушенного потребителя. Цвета от природных до кислотных, фактуры от идеально гладких до успокаивающих песочных. Большая столешница длинная, 3-5 метров, допустим, и она идет абсолютно монолитом. Представляете, 5-метровые столешницы без видимых швов. Однако это возможно, так как швы склеиваются, превращая изделие в монолит, а значит, в них никогда не попадет вода или крошки. У нее увеличивается срок эксплуатации, соответственно, это 10 лет. Камень есть камень, что тут скажешь, и никакая вода его не сточит. Камнем очень удобно работать, потому что все вымеряется до миллиметра, высчитывается, вырезается и делается только под вас. Помимо столешниц, из этого уникального материала легко изготавливаются барные стойки, стойки рецепшн, дизайнерские полки, стулья, а при необходимости даже шахматы, нарды или многие другие решения для любых интерьеров. На 90% он состоит из натуральных микрочастиц, допустим, гранита. Родство с природой делает акрил прекрасной альтернативой традиционным граниту и мрамору, как по стоимости, так и по своим гигиеническим и дизайнерским качествам. Она не вызывает никаких аллергических реакций ни у детей, ни у взрослых людей. Акриловый камень получил все необходимые сертификаты – пожарный, гигиенический и сертификат соответствия. Качество изделий из камня полностью отвечает современным требованиям безопасности. Многие люди спрашивают, что можно ли ставить сковороду на эту столешницу, что будет, не будет ли возгорания. Есть люди, которые прям вот ставят на столешницу и в принципе ничего такого там не происходит. Изобретенный более 50 лет назад, он продолжает исправно служить людям, которым очень нравится стильный и простой материал, сделанный на века. Производство мебели из акрилового камня. Акрил мебель. Поселок имени Куйбышева. Улица ветеранов труда 45В. Телефон 299-257. Перед началом сезона охоты на новые квартиры мы отправились за советом к экспертам. Покупка и продажа недвижимости – задача нелегкая. При этом по статистике каждая пятнадцатая сделка на рынке недвижимости является мошеннической. Как обезопасить себя, не потерять деньги и сделать действительно хороший выбор. За ценными советами мы отправились к профессионалам. Вы решили продать свою квартиру. Если вы решили это сделать самостоятельно, попробовать, не обращаясь к агентствам, нужно провести анализ рынка. По практике могу сказать, что цены, которые выставлены на сайтах, в газетах, зачастую превышают процентов 10-20 реальной стоимости, за которые продается квартира. Сейчас средняя цена продажи квартиры с ремонтом – 45 тысяч квадратных. Дома второго фонда цены опустились уже до 40 тысяч квадратных. С ценой определились. Что делать дальше? Прежде всего, если мы решили продать недвижимость, то мы приводим документы свои в порядок. Подготавливаем. То есть, если есть у вас потеки на стенах, ванна прохудилась, то исправить нужно эти недочеты. Интересно, а как покупателю правильно выбирать недвижимость? Без помощи экспертов нам снова не обойтись. Кому-то важно, чтобы была рядом школа, для кого-то важно, чтобы была больница. Кто-то хочет, чтобы было потише и вид покрасивее, берет верхний этаж. То есть, это все как бы индивидуально? Еще один важный вопрос – покупать вторичное жилье или новостройку. Это влияет не только на сумму сделки и качество жизни в выбранном жилье, но и на ипотечную ставку. Для начала, что рассматривать – вторичное жилье, и это жилье, в котором проживают люди, либо новостройка, потому что это две разные области, цены совершенно разные, ставки на банках тоже совершенно разные. Это разные продукты, разные условия, разные документы. Ну, слухи о том, что сейчас ипотеку получить намного сложнее и практически невозможно, это все преувеличено, конечно. Если решились на покупку жилья в новостройке, нужно определиться с застройщиком. И на этот случай у специалистов есть рекомендация. Неинтересно и невыгодно кредитовать тот объект, который может прогореть, недостроиться. Соответственно, чем больше банков у застройщика, тем он надежен. Если все-таки проводите сделку самостоятельно, будьте осмотрительны. Больше всего схем, связанных с мошенничеством, именно в области недвижимости. От этого могут пострадать и покупатель, и продавец. Очень же много схем, связанных с передачей наследства. С появлением сейчас по закону про банкротство можно как бы и в этом области потерять потом объект недвижимости. С объектами по коммерческой недвижимости тоже меньше всего опасность. Поэтому главный совет, на котором единодушно сошлись эксперты, один. Обращайтесь к профессионалам, чтобы спать спокойно и получить удовольствие от сделки. Итак, секреты покупки и продажи недвижимости вам известны. Пользуйтесь нашими советами, и сделки непременно будут удачными и безопасными. Решив начать здоровый образ жизни, первым делом мы исключаем из меню выпечку. Однако не вся выпечка одинаково вредна и одинаково полезна. Попробуем выведать секреты полезной выпечки у настоящего повара. Удивительно, но для любого россиянина тема старорусской кухни тайна за семью печатями. После революции большинство традиций были утеряны. И блюда, которые мы привыкли считать исконно русскими, на самом деле результат советской системы планирования и распределения продуктов. Именитые столичные рестораны сегодня пытаются восстановить утраченные рецепты. Не отстают от них и некоторые оренбургские шефы. В канун 8 марта фирменными секретами делится Владимир Железнов. Готовим курник по старинным рецептам. В процессе в дальнейшем будут блины дыжевые и пирожки подовые с тыквой. Курник – это король всех пирогов, я бы так сказал. Он отличается чем? Перекладывается начинка блинами. Рис, грибы, курица. Собираем курник. Всегда курники на рис был внизу. Начинка перекладывается блинами. Если это пост, значит начинка постная, а блины, соответственно, тоже постные. Дальше у нас идут грибы. Дальше идут яйца куриные, вареные. Снова блин и курица пряженая. Чаще всего делали много слоев, то есть повторялось, слои повторялись. Ну и снова блин и закрываем его тестом. Вот почти законченный курник. Теперь будем его немножко украшать. Если это свадьба, то делалась такая красивая толстая косичка, ну как вот коса у женщины есть сзади, и укладывается вокруг. Сейчас я просто ее заверну. Температура в печи у нас 270 градусов – это пот, и 240 градусов – это свод. Именно при такой температуре пекли хлеб, ну а я буду печь курник. И выпекаем блины. Это дождевое тесто на закваске стояло сутки. Вот сейчас оно готово. Пекли либо на углях, либо на открытом огне. Сейчас у меня получается на углях. То есть мне нужно будет перевернуть этот блин и обжарить с двух сторон. Если был открытый огонь, переворачивать не надо было. Вот он получился таким. Замечательным. В редких случаях добавлялся сливочное масло. Меда никогда не жалели. Мед ели ложкой. И в блинах он тоже был в достатке. Вот такие прекрасные вкусные блины. Можете понять, почему они вкусные, только попробую. Делаем пирожки подовые с тыквой. Тыква с медом. Готовил с печи. Влаги здесь очень мало. Вкус насыщенный. Процесс логический не займет большого количества времени. Где-то максимум минуты 3-4. Кстати, тоже, если продукт недолго греется, значит в нем больше остается витамин. Пока пироги пекутся, мы спросили у шефа, почему старорусская выпечка была не только вкусной, но и полезной. Сегодня зерна обдирают, то есть полностью без кожицы. Раньше зерно выросло в чешуе. А вот с этой чешуей ее и молодо. Именно из-за этой вещи, за кожуры, считалось самой полезной. А вот и наш красавец-курник. Съесть такой с куриным бульоном, да закусить пышным румяным блином из печи, что может быть лучше, светнее и полезнее. Пекарня «Пироговая Аляска». Пироги, хлеб, блины из печи по старорусским рецептам. Телефон 58-37-37. У дальновидных людей не бывает близорукости. Поэтому сейчас самое время стать дальновидным. Мы открываем секреты борьбы с одним из главных бичей 21 века. Просто удивительно, как много возможностей скрывает обычный взгляд. С его помощью мы можем различать огромное количество оттенков, отличать большие предметы от маленьких и даже видеть свет от свечи в темноте на расстоянии нескольких километров. Но, к сожалению, именно зрение проще всего потерять. У родителей со стопроцентным зрением близорукость у ребенка может появиться с вероятностью 25%. Если у одного из родителей близорукость, то с вероятностью 50%. Если близорукость у обоих родителей, то у ребенка близорукость появляется с вероятностью 75%. Артур Хасанов – врач-офтальмолог, член Европейской академии ортокератологии. Ортокератология – один из самых современных методов коррекции зрения, который может стать альтернативой привычным очкам и дневным линзам, а в некоторых случаях даже хирургическому вмешательству. Используются специальные контактные линзы, которые надевают только на время сна. Утром линзы снимают, и в течение одного или двух дней пациент имеет хорошее зрение без очков и контактных линз. Применение ортокератологических линз у детей и подростков тормозит прогрессирование близорукости. Поэтому этот метод включен в федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению близорукости у детей. Проблемы со зрением могут быть серьезнее близорукости и дальнозоркости. Если восстановить зрение с помощью очков и мягких линз не удается, современная офтальмология использует еще одну методику. В сложных случаях при близорукости и дальнозоркости высоких степеней, при астигматизме, при кератоконусе, после рефракционных операций, когда роговица деформирована, мы используем специальные жесткие линзы, которые обеспечивают наилучшую остроту зрения. Это индивидуальные контактные линзы, сделанные в лаборатории по индивидуальному заказу для конкретного пациента. Индивидуальность важна и при изготовлении очков. Это линза, сделанная в лаборатории по индивидуальному заказу, которая учитывает межзрачковое расстояние, угол наклона, угол изгиба оправы, другие параметры оправы. За счет этого уменьшается искажение. Пациент получает более качественное зрение. Это как костюм, сшитый на заказ у хорошего портного. Современная медицина может возвращать пациентам радость видеть даже в очень сложных случаях. Но все-таки лучше, проще и эффективнее не возвращать зрение, а сохранять его. Причем важно делать это с самого раннего детства. Близорукость у детей прогрессирует медленнее, если они час-полтора хотя бы в день проводят на свежем воздухе. И, конечно, не забывайте регулярно посещать врача-офтальмолога. Это поможет выявить и скорректировать любую проблему на раннем этапе. Берегите зрение с молоду и наслаждайтесь им как можно дольше. На следующей неделе сборник ценных советов и удачных решений пополнится новыми экспонатами. Не пропустите нас в эфире и пересматривайте на сайте телекомпании. До встречи! Прическа и макияж ведущий салон красоты Ля Санте.